Друзья, добро пожаловать в новое видео. Уже совсем скоро начинается сезон зимних праздников и в этом выпуске я хотела вам рассказать о пяти причинах отметить Рождество и Новый год в Вильнюсе. Если вы живете в других городах Литвы или даже смотрите меня из других стран и думаете чем разнообразить зимние каникулы, то мой ответ отправляйтесь в Вильнюс и в этом видео я постараюсь вам помочь сделать выбор в пользу литовской столицы. Во-первых, стоит увидеть главную рождественскую елку Литвы, в каком стиле и цветовой гамме украсит дерево никто не знает. Это большой сюрприз и об этом заранее не говорят. Особенно волнительный момент в этом году наступит в пятницу 29 ноября, когда рождественская ель впервые засверкает огнями и это будет означать начало рождественского сезона в Литве. Мы с вами там обязательно побываем виртуально, но если вам хочется приехать и увидеть все своими глазами, то еще есть время запланировать поездку. Вторая причина побывать в Вильнюсе этой зимой это, конечно, рождественская ярмарка и локальные маленькие рыночки в центре города. Конечно, вы скажете, есть и более раскрученные направления рождественского шопинга, тот же Таллинг, Краков, Страсбург, Вена, но уверяю вас, Вильнюс явно заслуживает больше внимания со стороны туристов и гостей города, которые хотят проникнуться рождественской атмосферой. Ярмарка не сказать, что очень большая, но разнообразие ассортимента действительно поражает воображение и там можно найти все от традиционных литовских угощений до теплых вязаных вещей, разные украшения для дома и милые безделушки. Следующий пункт, который вас возможно вдохновить на поездку в Вильнюс, это специальные рождественские поезда. Обычные вагоны, которые курсируют между городами, остаются на месте, но хотя бы один из них в каждом составе будет украшен в зимних тонах. И, например, если вы хотите не только посетить Вильнюс, но и заехать в соседний Каунас, то сделать это можно будет в настоящем украшенном рождественском вагоне. Но ехать далеко абсолютно не обязательно, и если вы хотите остаться только в Вильнюсе, то по центру города будет ходить рождественский паровоз, и вы сможете осмотреть все главные рождественские места города. Четвертая причина побывать в Вильнюсе этой зимой, конечно, попробовать национальные блюда и напитки, которые вне Рождества в магазинах или ярмарках найти просто не получится. Мы с вами еще отдельно поговорим о кулинарных традициях Литвы, но вот только некоторые позиции из вкусного меню, которые можно попробовать будет уже очень скоро, если вы решите приехать в Вильнюс. У нас будет несколько гастрономических локаций в городе, например, одно в самом центре, на месте бывшей лукешской тюрьмы, которая сейчас вообще переформатировалась в такое общественное пространство, там часто проходят концерты, какие-то ярмарки, и, конечно, стильный и модный рынок Паупис Маркет, такой фуд-маркет, в котором мы бывали тоже с вами не раз, и там тоже можно будет опробовать рождественское меню. Ну и, наконец, я оставила общую рождественскую атмосферу Вильнюса. Да, звучит банально, но я думаю, вы согласитесь, что не в каждом городе к украшению городских фасадов подходят с заботой и вниманием, а в центре каждый уголок, буквально особенно в центре, украшен и очень притягивает взгляд. Если нам повезет и зима будет снежная, то ощущения будут просто непередаваемой сказки. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, если вы досмотрели видео до этого момента, во-первых, спасибо вам большое, и, во-вторых, хотела приоткрыть небольшой секрет, потому что в декабре я готовлю для вас здесь много маленьких подарков. И чтобы не пропустить новые видео, какие-то интересные анонсы, быть в курсе того, как Вильнюс готовится к Рождеству и Новому году, пожалуйста, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик. Он напомнит о публикации свежих видео. В ноябре, к сожалению, видео будет не очень много, но зато в декабре мы с вами точно будем видеться чаще. Так что надолго не прощаюсь и всем пока!